Итак, следующий урок, продолжение предыдущего. Повторим. Мурат мог работать с типами данных Python, потом перейти по материалу и двигаться определенным образом здесь расти. Я предложил Мурату, что, Мурат, а давай-ка мы вот отсюда, сюда сейчас переместимся и начнем уже отсюда идти вверх. То есть, если брать цель, о которых мы поговорим чуть больше, то это уже достижимо быстрее. За счет чего достигается скорость? Скорость заключается, что мы, пройдя только строки, сразу подключаем функции. В чем заключается фишка функции? То есть, и на этом этапе ставим задачу перед Муратом, что сейчас оставь, пожалуйста, типы данных, не как оставь, а я говорю, что, всегда говорю так, что не нужно, вот я написал рекомендацию, не нужно все сразу бросать. Вы спокойно заканчивайте свои намеченные дела все, но переходите к следующему шагу. И функции мы здесь должны разобрать от и до. То есть, очень подробно, натаскаться сильно. Зачем? Функция – это рабочая лошадка. Программирование таких языков, как Python, Kotlin и многих других, которыми мы сталкиваемся. Функция, если посмотреть, это конструкция, кроме этого, которую мы будем применять в программировании, то есть какая-то мини-программа. Следующий момент. Функция – это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Например, мы, когда пьем чай, то есть есть определенный перечень действий. Нагреть чайник, взять кружку, насыпать сахара, положить чай, размешать, попить, взять бутерброды – это уже другая функция. Но, тем не менее, это программа из действий. Ребят, смотрите, вот здесь человек начинает становиться программистом. Сейчас, неправильно я выразился. Сейчас, 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 сейчас. Вот оно, правильное слово. До этого, что делал Мурат? И это правильный тоже метод. Но я сказал, он подходит, как на Pro365.net, то есть когда человек вообще не сталкивался с компьютером. Но если человек чувствует немножко силы, поработал со строками, понимает, что у него получается, я это вижу. И вижу, что он поработал над планом, над привычками. То есть, ко всему относится серьёзно. То, к чему я веду, то, что главное в языке. Действие, функция на самом деле – это действие, ребята. Это действие. Это мини-программа, которая будет что-то изменять. То есть, работа со свойствами. При этом, ведь обучение его дальше не меняется. Он просто вырастает. Я сказал, мы работаем с функциями. Я отлично понимаю, что никак он здесь не забуксует. Потому что я подскажу. Ему, его главное дело – начать. А там по записям будет отлично видно, где притормаживает, где неправильно что-то понимает на данный момент. Это всё можно поправить в виде вопросов. Именно в этом стиле обучения в школе я всегда ставлю вопросы. Когда есть вопросы, на него очень легко найти ответ. Понимаете? Потому что знаешь, что ищешь. Так вот. Я для себя очень хорошо понимаю, что здесь, работая с функциями, что он? Он разберёт функции Python. Поймёт, из чего они состоят, как работают. И, по сути дела, его изучение переходит в действие. И дальше я написал. Дальше опять вы возвращаетесь к типам данных. Но... Так, где тут урок? Сейчас, секундочку. Возвращаетесь. Но уже отрабатываете их в пределах функций. То есть, те же строки вы отрабатываете отдельно, просто как строки. И уже записываете как функцию. То есть, как какое-то действие. И так уже дальше поступаете с остальными типами данных. Что происходит в голове человека? Ну, во-первых, он включается в то, что язык для него становится живым, интересным. Да? То есть, он работает с функциями. Второе. Важно. Мы сразу себя готовим к классам. Потому что всё, что мы будем знать о функциях, всё будет применяться в классах. Там добавятся некоторые вещи, но в классах функция будет называться метод. Просто там будут добавляться некоторые вещи типа self. Но вопрос в другом. Что всё, что мы будем знать о функциях, мы сможем применять в классах. То есть, сразу готовить себя к объектно-ориентированному программированию. По сути дела, движение ускоряется. Кроме этого, я предложил Мурату пойти ещё выше с первых шагов. Давай-ка, Мурат, говорю, мы вот сюда теперь заберёмся. Сразу. И пойдём отсюда. А теперь мы будем потом рассматривать три вещи, в принципе, о которых мы говорили. Выстраивание отношений с языком – это всего лишь ответы на вопросы. Но давайте об этом чуть попозже. Чуть попозже. Теперь я говорю Мурату. А давай-ка мы вот отсюда пойдём сразу. Если, допустим, взять время и уровень, и, допустим, если здесь мы можем на этом этапе только написать там метод, какие-то строки, что-то о строках. Что-то о строках. То вот на этом уровне, на этом уровне, смотрите, сейчас я напишу, остановлю. На этом уровне мы вообще можем писать на разных языках. И вы скажете, да здесь же есть конфликт. Человек только начал заниматься. А я ему уже говорю, что, Мурат, а давай-ка ты уже с профессиональной стороны взгляни. Я его попросил вставить план. Ребят, сразу скажу, здесь нет никакого конфликта. Мы дальше поговорим, я вам всё это докажу. Здесь просто должна быть строгая последовательность. И я это называю изучение именно определённым образом по системе. Всё. О системе мы поговорим дальше. А теперь смотрите главное. Мурат, и вы смотрите, к чему я вас веду. Мы сейчас рассмотрим план и рассмотрим в следующих видео смысл. Я сейчас себя помечу, у меня есть план, но кое-какие мысли сразу приходят в голову ещё. Итак, продолжу, записал. Итак, Мурат, смотрите. Вот то, к чему вы идёте на этом уровне. То есть разработка мастабируемых приложений с серверной частью, плюс мобильный, плюс блокчейн, плюс любые языки вообще. Плюс любые. Если вам понадобится, вы с лёгкостью сможете овладеть языком, писать сходу. Я вам, каждый может выбрать путь, как мы рассматривали, потихоньку двигаться долго. Можно ускориться. То есть правильно выбирая этапы. Мы берём этап функцию, да, и следующий уровень, следующий уровень, подключение языков. Это в следующем видео. Подключение языков других. То есть, ну а здесь будет важно, я сейчас напишу. Ну, такая привычка у меня писать, поэтому разберётесь. Захотите, следите просто за мыслью. Подключение языков. И здесь угол зрения. Зрение над языками. Сейчас посмотрим, что это такое, и вы почитаете красточью. Я не сказал, что Мурат вот здесь станет сразу профессионалом. Вы услышали, что я раньше говорил? Мы будем также работать с типами данных, то, что делает новичок. Но будем это делать вот на этом и на этом уровне. То есть, потому что наша цель выйти на этот уровень и свободно разрабатывать масштабируемые приложения. Посмотрите, что происходит с экономиками стран. Принимаются законы о цифровых экономиках. То есть, в следующие 20 лет будет всё оцифровываться. Для этого нам надо языки программирования работать с серверной частью. Сегодня всё, что бы ни происходило, преобразуется в мобильное приложение. Надо, чтобы мобильные приложения имели управление. В общем, грубо говоря, всё эти вещи. Но я говорю о том, что можно работать вот с этого уровня. Давайте, как это возможно и какая наша цель будет в следующем видео.